Всем привет! Меня зовут Анна Шенцева и я преподаю в Skyeng уже полтора года. Сейчас мне очень нравится работать с виртуальным классом Vimbox, но сначала я его немного побаивалась. Я на своем опыте расскажу вам о том, как работает платформа в целом, о том, какие у нее есть плюсы, минусы и поделюсь своими лайфхаками. Сегодня мы поговорим о том, как строится знакомство с Vimbox. Когда ты успешно проходишь собеседование в Skyeng, HR-менеджер сразу присылает ссылку на обучающую платформу. Называется она iSpring Online. Пройдя по ссылке, ты сразу увидишь курс, который необходимо изучить до начала занятий. Нажимаем. А вот и он! Как проводить уроки в Vimbox. Сейчас я покажу, что здесь есть несколько блоков, которые охватывают все ситуации по работе с Vimbox. От того, как разобраться с расписанием и подготовиться к занятиям до их непосредственного проведения, отправления домашнего задания и разбора технических вопросов. После каждого блока программа предлагает вам пройти тест, чтобы вы сами смогли посмотреть, насколько хорошо вы усвоили материал. Вот, например, я прошла курс о том, как проводить онлайн-уроки в Vimbox. И сразу же идет тест. Выглядит он вот так. После этого всегда можно вернуться к той информации, которая вызвала затруднения, и изучить ее снова. Система обучения очень удобная, просто не может быть ситуации, чтобы ты в ней не разобрался. Кто-то даже говорит о том, что обучение слишком долгое подробное, и можно было его даже сократить. Но я считаю, что всегда можно промотать вперед то, что ты уже усвоил, потому что все люди разные. Кому-то нужно больше времени на то, чтобы понять материал, кому-то меньше, и это абсолютно нормально. Главное, это не упустить самое важное, иначе придется возвращаться назад, когда сделаешь ошибки в тесте. Итак, курс онлайн-обучения пройден. Думаешь, это все? Как бы не так. Методисты должны убедиться в том, чтобы не просто все просмотрели, но и готовы применять полученные знания на практике. Поэтому впереди тестовый урок с методистом, в котором ты выступаешь в роли преподавателя, а методист в роли ученика. Когда я об этом узнала, я немного напряглась, ибо это стресс. Я на тот момент еще не была уверена в своих способностях, периодически тупила на технических моментах, а нужно было провести полноценный урок, и это все под строгим взглядом методиста. Ужас! Но мне очень помогло то, что сказала мне моя методист. Эта проверка нужна для того, чтобы убедиться, что преподаватель понимает вимбокс. Если где-то есть проблемы, то методист поможет с ними справиться. Это нужно не для того, чтобы провести преподавателю сложный экзамен и завалить его как двоечника. Честно признаюсь, я на своем тестовом уроке достаточно часто тормозила, как в плане работы с платформой, так и в построении самого урока. В конце встречи методист дал мне рекомендации, обратную связь о том, на что мне следует обратить внимание. И это очень помогло мне, когда я вышла к своим реальным ученикам на уроке. Итак, для тех, кто в ближайшее время собирается встретиться с методистом, три совета от меня, как от бывалого человека. Первое. Спокойствие и только спокойствие. Как у Карлосона. Продолжаем разговор. Помните, что это не допрос и не экзамен, а лишь этап эффективной подготовки. Второе. Внимательно проходите обучающий курс. Если что-то было непонятно, возвращайтесь к этому. Никто не будет следить за тем, сколько раз вы перечитывали материал. Третье. Перед уроком приведите себя в порядок и заранее проверьте камеру. Я, например, гораздо увереннее себя чувствую, когда знаю, что хорошо выгляжу. В следующих выпусках я расскажу вам о том, как учитель работает с платформой Вимбокс, о том, как выглядит личный кабинет, какие уроки уже есть на платформе и как составить свой урок по собственным материалам, как проверяется домашнее задание. Спойлер. Автоматически. Чтобы у вас было больше свободного времени. Подписывайтесь на YouTube-канал Sky Teach и ставьте колокольчик, чтобы вам сразу приходили уведомления о новых видео. С вами была Анна Шенцева и надеюсь, я была вам сегодня полезна. Хорошего вам дня и до встречи в команде учителей Skyeng. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok